Помните, я делал обзор на бургер с плесенью из заведения, которое называется Мясоруб? Так вот, мне в ВК написал их представитель, поблагодарил за обзор и в качестве благодарности они начислили мне на бонусную карту полторы тысячи. Вот это я понимаю, благодарность. Я решил потратить эти деньги с умом и снять еще несколько обзоров на всякие прикольные штуки из настоящей сибирской бургерной. Всем привет дорогие друзья, с вами Митя Хэт, канал Читмил, доставайте самые вкусные ништячки, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Сегодня мы с вами снова отправляемся в Мясоруб и сегодня впервые на канале Читмил мы будем тестить стейки. Все дело в том, что я люблю мяско, я очень люблю мяско. И если ты тоже любишь мяско, то ставь лайк под этим видео и пиши в комментариях, я люблю мяско. И конечно не забудь подписаться на канал, если еще не подписан. Если лайков и комментариев будет много, то я вам обещаю, что стейков и мяска на канале будет гораздо больше. Ну что ж, от слов к делу, погнали в Мясоруб, возьмем немножечко мяска. Закупиться на халяву мне не удалось, оказывается бонусами по карте можно оплачивать только до 30% от суммы покупки. Но учитывая то, что стейки блюда не из дешевых, даже скидка в 30% это уже приятно. Заказ со скидкой вышел мне в 570 рублей, вот он чек. Здесь у меня чак ролл стейк 386 грамм, стоил он 733, скидочка 219 рублей. Вот видите какая скидка. Дальше лимонад таежный, одна порция, стоит 80, скидка 24 рубля, итого 570. Короче где-то 250 рублей я сэкономил благодаря вот этому бонусу. Упаковки для лимонада у них закончились, они налили мне вот такой кофейный стакан с трубочкой. Что-то не пойму, по-моему в прошлый раз он был вкуснее, сейчас чувствуются ягоды больше, а вот травы сами не чувствуются. В таежном лимонаде должны быть ягоды и травы. Подразмешал, нет, все равно не чувствуется так, как чувствовалось в первый раз. В первый раз он был офигенный. А сегодня он какой-то более сладкий что ли, короче больше сахара, меньше трав. Давайте откроем то, ради чего мы сегодня собрались. Это стейк чак ролл. Когда я делал заказ, я спросил у ребят, которые принимали заказ и готовили, что за часть, которая называется чак ролл стейк. Точнее, что за часть бычка используется для этого стейка. Они сказали, что это какая-то часть спины. Ну а я потом погуглил, оказывается, это мышца с шеей вот этого быка, который дает мраморное мясо. Не знаю, кому верить, в такой же коробке, как от бургера, они упаковывают стейк. Давайте откроем, посмотрим. Ох ты ж какой, смотрите. Смотрите, какое это мяско. Там какие-то овощи, все это должно быть на гриле. Разносится по машине аромат вот этого вот стейка, жареного мяса. Как и в любом нормальном заведении, где готовят стейки, здесь можно выбрать степень прожарки. Я попросил medium rare, то есть это должно быть такая, знаете, ну не совсем с кровью, но с розовым соком внутри. Посмотрим, насколько ребята справились. Я, кстати, там немножко тупанул, когда мой заказ был уже готов. То ли они не объявили, то ли я не услышал, как они объявили. Короче, я еще минут 10 сидел и ждал непонятно чего. Потом я уже подошел спросить, говорю, а мой заказ готов? Они говорят, ваш заказ, вот он. А он стоял там уже какое-то время. Дали мне две вилки, один нож. Да, нож действительно один, вилки действительно две. Сейчас мы будем с вами приступать пробовать мяско. Так что если вы сейчас что-то едите или собираетесь только начать что-то откусывать, приятного вам аппетита, давайте начинать. Посмотрим, что мне здесь положили. Это вот такой вот кусок мяса, два куска мяса. Да, один поменьше, другой побольше. Картошечка, помидорчик. Как я понимаю, на гриле, да, да, поджаренный на гриле. Все это очень вкусно выглядит, очень аппетитно. Нет, это все-таки один кусок мяса, он просто большой. Оно должно быть с соком, оно должно быть красненькое внутри. Красное кровавое мясо. Ставь лайк, если тоже любишь мясо с кровью. Ну или даже если и не с кровью, но с розовым соком. Так, посмотрим. Я все-таки все еще надеюсь, что оно будет medium rare, как я и просил. Но нет, нет, это не medium rare. И вот здесь на разрезе тоже это мало похоже на medium rare. Вот смотрите, это уже готовое, не совсем вэлдановое, чуть-чуть оно другого цвета внутри. Но это далеко не medium rare, это не розовое мясо. Конечно, может быть мясо так дошло, пока я ждал там 10 минут лишнего времени, пока я нес его, но это еще минут 5-15 минут. Но вообще я думаю, что этот контейнер не настолько термоустойчивый, чтобы он так доводил мясо. Кстати, про этот чак ролл написано, что он мягче и сочнее, чем стейк ребай, что он обладает, ну да, он офигенного запаха, он восхитительно пахнет мясом. Давайте пробовать, я уже просто не могу сдерживаться. Мясо нежное, но мне прям попались какие-то прожилки, которые я не могу. переживать, это вот именно прожилки, это не жирок нежнейший, который бывает. Это вот такие прожилки, которые я есть не буду. Если честно, первое впечатление об этом стейке, ну такое, знаете, неоднозначное, то есть вкусное, сочное мясо, оно прям реально вкусное и сочное. Но прожилки, которых вот много, я здесь вот раз, два, и я откусил только маленький кусочек, они вот как-то все портят. Ну давайте отрежем, попробуем, что еще здесь поглубже. Да, вот смотрите, оно даже, ну вообще, ни разу не розовое, то есть оно, ну, чуть-чуть другого цвета, но далеко не розовое, и даже не слабо розовое, что свидетельствовало бы о том, что все-таки она была правильной прожарки, но потом немного дошла. Ну, короче, вот такая вот нежная, мягкая, сочная говядинка с прожилками. Ну вот этот вкус, вот этот кусочек, он без прожилок, и он оказался прям очень вкусным. Он просто растворился у меня во рту. Видимо, здесь местами, да, есть вот эти прожилки, а местами это очень вкусное, очень мягкое, очень сочное, очень такая жирненькая, пропитанная вот этими вот мраморными прожилками мяско. Напишите в комментариях, если вы пробовали чак-ролл стейк, такой он и должен быть, так ли это и должно быть, что прожилки в перемешку с хорошими такими вот участками мяса, либо это что-то не то с мясом. Ну, вообще это прикольно, но, возможно, это специфика этого стейка, это именно часть этой мышцы, этой коровы, но, возможно, нет. А еще немного жалею, что не взял к мясу какой-нибудь соус. Вот макать в соусец, это было бы, наверное, круто. Сейчас попробуем картошечку вот такую вот запеченную. Картошечка выглядит очень, тоже аппетитно, очень так по-домашнему. Картошка хорошо прожарена, пропечена мягкая внутри, никакой там хрустяшки нет. Помидорчик вот такой вот, смотрите, помидорка, тоже запеченная. Помидор, ну, как и все, наверное, сибирские помидоры, у нас с помидорами туговато. Ну, помидор вот такой, смотрите, он внутри такой вот белый, ну, белый, короче, зеленый. Может, он, конечно, от температуры так побелел, но, скорее всего, это наши сибирские помидоры, которые обычно дозревают только аж к Новому году. Ну, в общем, да, помидор такой себе. Вообще, надо отметить, что порция такая весьма немаленькая. Вот для одного мужика я вот съел, наверное, только одну четвертую часть, и я уже чувствую, что у меня началось насыщение. Наверное, я съем еще вот половину, вот такой вот кусок. Осталось у меня их два. Один съем, один оставлю, потому что, скорее всего, он в меня не влезет. Ну, давайте еще отрежем, посмотрим. Может быть, где-то здесь я найду участки с той прожаркой, которая мне нужна. Хотя, скорее всего, прожарен он... О, блин, смотрите, смотрите, он потек. Нужно срочно устранять эту аварию вот так вот салфеточками. Хорошо, что салфеток мне положили, но салфеток положили всего две, а я боюсь, что мне не хватит. У меня тут есть из своих золотых запасов. Можно вот так вот сделать. Блин, честно говоря, к такому повороту я не был готов. Надо вот так под низ положить, что он потечет. Но вот там прям много сока мясного внутри, в этой упаковке. Блин, как же все-таки я люблю мясо. Чтобы вы меня правильно поняли по поводу мягкости этого мяса, я покажу вам такую штуку. Вот мы берем кусок мяса и, смотрите, смотрите, он очень легко расходится. То есть я могу его вот прям разобрать вот так по волокнам, смотрите. Попивая в этот раз чересчур сладкий морс из мясоруба, давайте попробуем подвести итоги. Таежный морс оказался сегодня сильно сладким. Он оказался сильно сладким, здесь чувствуются ягоды, очень ярко чувствуются ягоды, но вот травы, которые придают этому морсу изюминку, в этот раз практически не чувствуются. Кстати, давайте откроем, покажу вам, что внутри. Внутри плавают ягодки, лимончик, ну и вот такой вот морс. Уж не знаю, должны ли там плавать травы по рецепту, но их там нет, и на вкус их тоже нет. По поводу стейка. 733 рубля он стоит без скидки, мне он обошелся чуть дешевле. За 733 рубля, я не знаю, у меня такое двоякое чувство, с одной стороны вкусное, сочное, расходящееся по волокнам мясо, но в то же время жесткие, не прожевывающиеся прожилки. Я небольшой, как сказать, ценитель стейков, я их очень люблю, но я не особо в них разбираюсь. Поэтому, давайте так, я свою оценку, такую критичную, категоричную давать не буду, возможно, это так и должно быть, а вы напишите в комментариях, если вы разбираетесь в стейках, что вы думаете и какой этот стейк должен быть на самом деле. По поводу степени прожарки я также не могу дать какое-то однозначное решение, скорее всего, мне его передержали, потому что, ну, он, скорее всего, не мог дойти до такой степени за вот то время, пока я его нес. Впрочем, вот такой вот неоднозначный обзор у нас с вами сегодня получился, я думаю, что в комментариях мы наверняка придем к какому-то общему решению, ну, я надеюсь. Так что, давайте вместе разбираться. Ставьте лайк, если вам понравился этот обзор, ставьте лайк, если любите вкусно поесть, ставьте лайк, если любите мяско, короче, при любом раскладе ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, обязательно жмите колокольчик рядом с кнопкой подписаться где-то вот там. С вами был Митя Хэт, всего вам доброго, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok